Быстрее мыться, существенно повысить тариф на ком-услуги и подумать о запрете полива огородов питьевой водой, предложили сегодня депутаты. Они посетили новую насосно-фильтровальную станцию в Астане и упрекнули граждан в беспечном отношении к дефицитному ресурсу. На что потрачены бюджетные деньги? Питьевой водой поливать огороды – это ненормально. И вот это сейчас блок и законодательный, и подзаконный нужно будет отрабатывать. Это будет болезненный блок, но это нужно вопрос решать. Куб воды, это тонна воды, у нас стоит порядка 50-60 тенге. Конечно, это тариф очень низкий. Ну, надо повышать, я полагаю, процентов на 50 нужно поднимать. Ведром воды чистить зубы по утрам – это ненормально. Мощность новой станции составляет 105 тысяч кубометров в сутки. Эксперты говорят, благодаря ей в столице можно забыть о дефиците воды на ближайшие пять лет. Еще одну станцию планируют построить уже к 2028 году. На строительство этой потратили около 60 миллиардов тенге. Однако, по мнению депутатов, дело не столько в подаче воды, сколько в ее экономном потреблении. По их словам, к 2030 году в регионе может возникнуть водный кризис, и только бережное отношение к жизненно важному ресурсу спасет ситуацию. Мажелесмены попытались личным примером призвать граждан реже открывать краны. Я, как спортсмен, выступая в Бундеслиге в 1989 году в Германии, первый раз увидел отношение немцев к воде, к воде, к электричеству. И с этих пор я придерживаюсь этому. Всегда стараюсь минимально тратить и воду, и электричество. Утром, когда стою, умываюсь, и вечером мажусь, умываюсь. Все. Практически дома меня не бывает. Стараюсь, да. Да, стараюсь. К сожалению, мы еще не научились экономить воду, но к этому когда-нибудь мы придем.